МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Где и когда в Самаре можно послушать народную, классическую и эстрадную музыку бесплатно и под открытым небом? И чем самарские музыканты удивляют публику на фестивалях за пределами региона? Об этом говорим сегодня в нашей студии организатора фестиваля «Открытое небо. Открытые сердца» Дмитрий Буциков, автор, идеи и художественный руководитель. Вы тоже, да? Да, здравствуйте. Директор Борис Ходаш и участница фестиваля Валентина Полосина. Здравствуйте. Вы скрипач? Да. Очень приятно. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, расскажите про этот фестиваль, как долго он уже проходит, проводится в нашем городе, и какие традиции уже успели сложиться? Знают о нем горожане и гости города? Действительно, фестиваль имеет уже свои традиции. Он проходит без перерыва ежегодно пять лет подряд. В летнее время? С мая по сентябрь. Конечно, во многом благодаря поддержке администрации города Самара, чей финансовую поддержку мы заручаем уже пятый год подряд. Наш фестиваль – это такое большое культурное событие для города. Почему? Потому что в нем принимают участие как профессиональные коллективы-музыканты наших уже известных учреждений культуры, филармонии Самарской театра, оперы, балет, так и начинающие, но очень талантливые молодые музыканты и коллективы. То есть это такая стартовая площадка. Понятно. Расскажите, пожалуйста, Борис, с точки зрения организатора, директора, как легко вам удается найти участников, артистов для выступления? Есть отклик и понимание, что это важно, нужно? Потому что, в общем-то, это такое, можно сказать, общественное любительское, да? С какой-то стороны вот такое дело. Я хочу сказать, что фестиваль «Открытое небо, открытые сердца» – это творческая площадка, потому что, поэтому творческие люди, они с радостью приходят на наш фестиваль, потому что именно здесь творчество, потому что здесь эксперимент. Поэтому те музыканты неравнодушные, которые хотят играть музыку, они с нами на наших площадках. Да, вот, например, Валентина тоже с вами, она неравнодушный музыкант. Скажите, почему вы откликнулись на эту идею, и что лично вас в этом привлекает? И действительно ли есть какая-то такая отдача для артиста выступать в парках, в летнее время, на открытых площадках? Ну, я хотела сначала сказать, что предложение Волга фолькбенда сделать такой вот творческий эксперимент, я с радостью согласилась на это предложение, потому что ранее я участвовала и играла в основном симфоническую музыку, камерную, то есть как классический исполнитель больше себя проявляла и работала больше в таком направлении. А народные инструменты, Волга фолькбенд и скрипка, это такое интересное было предложение. И эксперимент даже для вас. И эксперимент творческий для меня, да. Поэтому я изначально даже, честно говоря, не совсем себе представляла, вот в какой это будет сфере, как это будет выглядеть в конце нашего эксперимента. И что? И с радостью согласилась, да. И когда мы уже обсуждали в процессе репертуар, как, где мы будем выступать, меня очень заинтересовало это предложение. И я поняла, что с Волга фолькбендом нужно сотрудничать, это будет интересно, не только мне, как и исполнителю, но и слушателю это тоже будет интересно. Заинтриговали. То есть народная музыка соединяется с классической, да? Получается так или нет? Или выступаете как скрипач, и дальше идет уже народная музыка. Дело в том, что сам коллектив, вот Волга фолькбенд, они настолько разноплановые, они настолько подвижные в плане репертуара, что я как скрипач, я могу исполнять с ними музыку и классику, и современные какие-то произведения, авторская музыка. То есть это все, что угодно. Очень ребята, это профессионалы, и безусловно, результат есть. А что касается зрителей, Борис, вы чувствуете этот отклик, и то, что этот фестиваль действительно нужен? Такую потребность людей, что они с удовольствием приходят, слушают там анонсы, когда наконец-то в парке выступят артисты филармонии. Я хочу сказать, что зритель чувствует, что музыканты стараются, что они играют именно для него, и они видят этот эксперимент, что музыканты неравнодушны, и поэтому зритель это чувствует, принимает, и, я думаю, откликается. Да. Дмитрий, вот эта идея, все-таки уже пять лет прошло. Такой срок, когда нужно подводить итоги. Давайте вернемся все-таки к началу. Почему она возникла в вашей голове? Вот именно, вот эта идея, проводить такие концерты? По народной миссии она, конечно, не возникла. Был такой выдающийся музыкант, общественный деятель Александр Алло в Самаре. В середине 19-го столетия он проводил подобные концерты под открытым небом. То есть у него было под его руководством несколько самодеятельных оркестров. В то время в каждом ДК были свои кружки. И любители народной музыки. И вот он был таким общественным деятелем. Конечно, после этого традиция была не утеряна игры на открытом воздухе. То есть музыка под открытым небом, она фактически и не прекращала звучать для горожан города. Это и духовой оркестр, и даже симфоническая музыка в Струковском саде. Да, все мы знаем, 80-е, 50-е годы. Поэтому эта традиция, она не нова, но именно прошло 50 лет с тех пор, как именно народный инструмент ну, именно в, то есть концерты, как таковые, они были разовы где-то, конечно. Народный коллектив, у нас есть ансамбли и оркестры. Но вот чтобы это было оформлено в проект, с идеей именно, ведь этот проект, ну, в чем новаторство? В том, что мы предоставляем на суд слушателей всегда что-то новое. То, что еще ранее нигде не звучало. И это мировые премьеры. Так и сегодня... Мировые премьеры звучат громко. Каждый концерт у нас мировая премьера действительно. Вот мы с Валентиной играем вещи, которые в мире в сочетании народного ансамбля скрипти не исполняются. Мы играем с бас-тромбоном, с Михаилом Ходышем, ну, ведущим тромбонистом, одним из ведущих бас-тромбонистов России, те вещи, пьецола мы взяли, которые, во-первых, и бас-тромбонисты не играют, и в сочетании не было. И также у нас, конечно, вот Валентин сказал, есть авторская музыка. То есть у нас люди очень творческие, и мы это выносим на такой суд слушателей. Ну и слушатели у нас есть... А вот почему мы говорим, что проект уникальный? Есть постоянные слушатели, которые практически не пропускают ни одного концерта. Да, давайте посмотрим, как это было в прошлом году, и продолжим разговор. Вячеслав главный бас-концерта. Чтобы спеть для самарских зрителей, приехал из Саратова по приглашению своей сокурсницы. Артисту по душе атмосфера фестиваля, а потому он уверен, что обязательно приедет еще. Я принимаю пока первый раз, но я думаю, далеко не последний. Правильно, я принимаю уже третий год участия в этом фестивале. Все очень замечательно, и артисты очень квалифицированные. Я надеюсь, что зрителям очень понравится. Самое главное это. Фестиваль «Открытое небо. Открытые сердца» проходит в Самаре уже четвертый год. Проводят его при поддержке администрации города. Артисты исполняют на народных инструментах самые разнообразные произведения, от классической до эстрадной музыки. Но прежде всего фестиваль направлен на приобщение подрастающего поколения к народным традициям. Очень нравится. Мы очень часто ходим в бар и в концерты. Прям вообще отлично. У ансамбля есть и постоянные слушатели, которые приезжают на каждое выступление. С этим коллективом мы знакомы давно. Мы их посещали в филармонии. И вот опять взяли мы абонементы на этот год уже. Мы просто в восторге от их выступлений. Поддержка талантов – одно из приоритетных направлений деятельности мэрии. Для этого в городе реализуется программа «Молодежь Самары», благодаря которой инициативу молодых людей получают зеленый свет. Уже в четвертый год подряд мы получаем необходимую поддержку от администрации города. И благодаря этому фестиваль живет, развивается. Аудитория фестиваля молодая, молодежная. Артисты играют также молодые, с большим запалом, энтузиазмом. Много среди наших слушателей молодых семей. Это очень приятно. Итак, что меняется? Это было в прошлом году. Сегодня пятый юбилейный. Как преображается фестиваль? В этом году у нас появились новые форматы. Это музыкально-литературное представление с Галиной Канунниковой. «Заслуженная артистка России». У нас есть сказки. У нас есть сказка о папе и его работнике в Балде. Вот сказка о царевне и семье в богатырях. То есть все это мы покажем в ближайшие предстоящие представления. А можно по датам конкретно, чтобы сориентироваться на наших зрителей, куда можно, когда подойти? Ну, могу. Если что-то есть уже конкретно. Да, у нас есть ближайшие... Мы озвучим сейчас ближайшие даты. Это 25 августа в 17.00. Это Ленинградский спуск набережной. 26 августа – это час дня Ленинградский спуск набережной. И 17.00 – парк Щерса. И 30 августа – это парк Щерса, 17.00. Ну, я заметила, что это исторический центр, центр города. А что происходит, так скажем, на периферии городской в других районах? Мы во всех парках практически города работаем. Мы работали в сквере имени Кузнецова Академика. Это управленческий поселок. Мы работали в парке Молодежный. Мы работали в парке Победы 30-летия. А вот сцены, всегда ли они приспособлены, сцены парков, да, для выступления таких музыкантов? Потому что нужно же, мне кажется, особый какой-то подход здесь. Не просто вот вышли, встали на сцену. Это же музыка. Ну, парки наши, они с каждым днем становятся все краше и краше. И во многих парках сейчас оборудованы прекрасные площадки, сцены для того, чтобы музыканты могли выполнить свою задачу. А что-то преображается? Вы работаете над тем, чтобы это было более зрелищно, масштабно? У нас изначально был выбран формат двух отделений. То есть у нас, по сути, два концерта. Это в один день мы даем два концерта на одной точке. Это два двухчасовых, разноплановых, разножанровых мероприятия. Вот это тоже, это делает фестиваль. В первом отделении это в основном академическое направление. Ну, это академическая, может быть, и классическая музыка, и народная музыка. То есть академические формы. Это Волга-фолкбенд и солисты. Вот Валентина Полосина-Скрипка, Михаил Ходыш-Бастрамбонна, Юлия Маркова-Вокал. То есть мы берем и делаем интересные программы. А второй отделений это эстрадные формы. Это электробалайки, дуэта балалайка. Это электробаян Татьяны Ивановой. Это баян Михаила Андреева и Михаила Салаева. Это дудух. То есть, опять же, у нас очень много инструментов. Интересно. Даже хочется действительно выйти и послушать. Тем более погода располагает, обстановка, конец лета. Это действительно важное дело. А не кажется ли вам, что вы сказали, что в Самаре это было какое-то время назад, да? А это не европейские тоже традиции. Мне кажется, там тоже часто практикуют вот такие концерты на свежем воздухе. И становятся ли вы участниками таких фестивалей за пределами региона? Валентина, вы выступали где-то еще вот в таких же подобных фестивалях? Ну, понимаете, я должна сказать, что я в Самаре... Или здесь вот только эксперименты. Во-первых, я в Самаре только два года работаю. К нам приехали. Из Киева. Я заканчивала Киевскую консерваторию, работала почти 10 лет в филармонии киевской. И в Самаре два года, поэтому прям вот так поездить еще по фестивалям области и Самары... Как бы были концерты, но с другими коллективами в составе Волга Фольк Бэнд я пока вот в Самаре работаю. Ну, я хочу добавить, можно, да, что вот у нас так получается, что солисты наши, которые вот работают с ансамблем народных инструментов Самарской государственной филармонии Волга Фольк Бэнд, вот так получается, что, допустим, один из солистов, это Иван Максимейко, который буквально два года с нами тому назад работал. Также участник фестиваля. Фестиваля, да. Он сейчас солист Большого театра. Например, Владислав Куприянов, который работал тоже с нами в том году, он ныне солист Мариинки. Как же вы отпускаете? Вот. Сформировали, воспитали, поработали. Вячеслав Черногоров, который работал на нашем фестивале. Которого мы в сюжете видели, да. Которого мы видели в сюжете. Ныне он в ансамбле имени Александрова. Ну, тем не менее, новые творческие личности вместе с нами сейчас. Они не только уезжают, но и приезжают. Да, да, да. Вот Валентина Полосина. Да, ну вот видите, хороший такой обмен получился. Какие планы? Собираетесь ли вы что-то как-то трансформировать, менять, улучшать? Или что-то вот в этом фестивале? Или вас все устраивает на данный момент? Или что-то новое все-таки будет появляться? Мы всегда в поиске. Это необходимые условия современного времени. Меняется все очень быстро. И, конечно, мы смотрим реакцию. Ну, этот фестиваль, он призван служить все-таки кому? Горожанам. Горожанам и гостям нашего замечательного города. Чем служить? Ну, музыка — это великое искусство, которое открывает сердца, которое позволяет людям немножко больше, наверное, проникнуть в себя, немножко отгородиться от суеты города. И вот нам очень приятно, когда люди не проходят дальше, а останавливаются и забывают, куда они шли. И когда вот они слушают Баха, и все это сливается с природой. То есть это все, конечно, уникальное явление. Вот. И в чем развитие? В том, что мы видим, что наш проект интересен разным слоям населения, как ветеранам, как молодым людям. То есть у нас программа многообразная и обширная. Так и очень приятно, что молодые родители не проходят мимо вместе со своими еще новорожденными детьми. То есть все это, конечно, имеет большой воспитательный эффект. У нас есть книга узовых предложений, которые идут уже ежегодно. Вот, хорошая. Должен быть какой-то отклик. Обязательно мы все это смотрим. И очень нам приятно видеть, наверное, отклики пожилых людей, которые благодарят за то, что традиция, которая была утеряна, и народного искусства, она возобновляется. Это самое приятное. Да. А кроме такой благодарности, есть еще пожелания от публики? Бывает или нет? Или, в принципе, они все принимают? Им все нравится? Пожелания есть, конечно. В плане того, что... А исполните в следующем. У вас же, говорят, все время новые программы. Вот исполните, пожалуйста. Какие-то любимые произведения. Да, вот есть у зрителей, они хотят их слушать. Благодаря нашим постоянным слушателям мы действительно находимся в таких рамках, что мы имеем на себе обязательства в каждый раз обновлять программу. Раз у нас постоянные слушатели, чтобы он не скучал. Да, да, да. Они же не будут одной и той же слушать, какой год. Ну, замечательно. Теперь хочется еще узнать, как вы представляете самарские музыканты за пределами региона, на других фестивалях? Где вы принимаете участие? Как вас встречает публика? Может быть, в последнее время что-то было интересное? Вот в первых числах сентября ансамбль народных инструментов Самарской государственной филармонии «Волга Фолкбенд», музыкальным руководителем которого является Дмитрий Буцков, побывал на международном форуме «Экспо-2017» в городе Астана. Да, у нас фотографии есть, кстати. Казахстан, да. А как вы туда попали? Вас пригласили или что? А почему вот народные направления, вот вы, кстати, мы видим, Это в Астане, да? Это в Астане, да. В костюмах. Мы работали на... в павильоне России Как красиво. На этой выставке, на этой выставке. У павильона вот собирается большое количество людей и всем желающим мы... Вот это у павильона России. Но это было народное направление музыкальное или нет? Или вы были просто... Представляли... Мы ансамбль народных инструментов, русских народных инструментов, но играем самую разнообразную музыку. Могу продолжить. Здесь до нас выступал несколько... Было несколько концертов. Открывал Александровский ансамбль. Затем были лауреаты молодежного конкурса Чайковского из Москвы. И были танцевальные коллективы из Казани. И вот мы, получается, были четвертый коллектив, который представлял Россию на этом всемирном форуме. Да. То есть вот в начале июля, как сказал Борис Аманович, действительно, мы были там несколько дней, дали четыре больших концерта. И были отмечены организаторами нашими российскими, и нас попросили даже сняться в клипе. Выступить у айсберга в павильоне России четырехметровый айсберг. Это вот результаты вашей поездки. Да, и это все, конечно, для нас июз большим толчком. Дальнейшего... Ну, вообще, в этом мероприятии участвовали 130 стран. По-моему, несколько десятков различных организаций. Вот. И у каждой страны был павильон. То есть грандиозная выставка, грандиозный форум. Да. А кроме Самары, нашу страну, кто еще представлял? Вы помните, какие... Ну, вы сказали уже. Ну, да, Казань, Москва. И Самара. Ну, это было в июле. Сейчас, я думаю, что наверняка еще были интересны культурные события. Да. А давайте посмотрим фрагмент вашего выступления с этого фестиваля Экспо-2017 и продолжим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да. Ну вот, ловишь балалайку почему-то в этом выступлении, чисто на слух, она действительно летящий звук. Вы мастер. Конечно. И скажите, вот момент импровизации в ваших выступлениях, насколько он допустим, насколько вы позволяете себе импровизировать? Это приветствуется или нет? Или у вас отработанные программы, и вы уже играете? Это одно из новых направлений нашего творчества. Есть эстрадные направления, и вот я думаю, что импровизация в чистом виде, конечно же, требует дополнительных знаний, а так, чтобы импровизировать, скажем так, играть не тот текст, это мы все можем. Вопрос просто вкуса, вопрос вкуса и целесообразности. Но вот есть, Игорь Ильич, еще раз, эстрадные у нас целые направления, где у нас нет закостенелости в выбранной фактуре, в мелодике, да, то есть мы импровизируем. Это да, это еще должна быть согласованность с коллективом и способность, да, вот услышать вас и подключиться к импровизации, а если это не произойдет, это будет уже, конечно, развод. Валентина, вы позволяете себе импровизировать? Или классическая музыка — это не место для импровизации? Тут лучше все-таки придерживаться каких-то канонов в классической музыке. Импровизация — это можно там в джазе, то есть это другие направления музыкальные. Мне вот интересно, открытая площадка, парк городской, да, гуляющие люди расслаблены, насколько они готовы воспринимать классическую музыку вот в рамках этого фестиваля? Вот вы видите, что есть интерес и желание у людей услышать классику? Вы знаете, да, когда это хорошая музыка, человек, даже не являясь профессионалом, он без музыкального образования, все равно это находит отклик в сердце, потому что чисто даже вот интуитивно человек слышит, слушает и воспринимает эту музыку. Потому что, ну, если брать такое произведение, как «Список Шиндлера», допустим, вот мы исполняем, Джон Биллиамс, я не знаю, наверное, невозможно не воспринимать такую музыку, даже не являясь музыкантом. Находим отклик, конечно, людям нравится. Какие произведения, оказывается, вы исполняете. Скажите, а вот эту информацию вы озвучили, но прошло время, может быть, кто-то уже забыл. Где найти, когда, где будут проходить концерты вашего фестиваля? У вас есть на сайте филармонии? Конечно, на сайте филармонии в новостях есть отдельная страница. Для удобства всех желающих получить информацию, на сайте филармонии в левом нижнем пространстве сайта есть специальный баннер фестиваля. То есть все очень удобно и все очень... Обращаться к филармонии доступно. Кроме того, мы объявляем на каждом концерте, когда состоится следующий концерт. Поэтому те слушатели, которым понравился концерт... Постоянно это, да. Вот новые, чтобы к вам присоединились. Ну, новые у нас постоянно присоединяются. То есть тем людям, которым понравился концерт, они подходят и спрашивают нас, когда будет следующий, куда нам поедутся. Взаимодействие полностью. Здесь для расширения аудитории у нас... Следующие шаги были предприняты еще позапрошлом году. Мы стали проводить галоконцерты. Галоконцерты уже под закрытым навесом. Ну, открытого... Открытых сердцем. Открытых сердцем. Открытых сердцем. Да, у нас традицией стала серия концертов ДК в том году. Это ДК Самар, в том числе и отдаленные. И Пархаус. Мол, Пархаус являлся партнером фестиваля, когда также вот... Там уже другая аудитория, да? Другая аудитория. И действительно, вот эти форматы, они и там востребованы. В этом году мы сейчас ведем переговоры с университетами о проведении галоконцертов, фестиваля. Поэтому, конечно, мы работаем в сторону молодежи. Потому что молодежь у нас занятая. Летом нужно молодежи отдыхать. А вот в сентябре, когда пора время учиться, можно и послушать хорошую музыку. А почему вас так волнует молодежь? Почему вы на нее обращаете внимание? Молодежь, это наша аудитория будущего. Сейчас пенсионеры, то есть пожилые люди, я прошу прощения, пожилые люди с удовольствием слушают наши концерты. Потому что они чувствуют, что у души есть конкретная потребность прикоснуться, быть сопричастным к высокому искусству. А молодежи в силу времени, то есть некогда, очень много интересов, интернет, ютуб, скажем так, ну все это синтетическое искусство. А вот настоящее искусство, если мы сейчас тронем душу молодого человека, то это зерно, посеянное сейчас, оно даст плоды в дальнейшем. Да, дальновидно. Здесь обязательно. Вот Борис, вы как директор, организатор в этом направлении. Я хочу сказать, что мы для молодежи тоже играем, и молодежи очень много бывает на наших концертов. Вот, например, на Волга-фесте мы работали, и там было очень много молодежи, я думаю, что несколько тысяч человек. Мы играем, кроме того, что Волга-фолк-бенд на сцене, шесть человек с народным инструментом, но кроме того, еще и мы подключаем исполнительно ударных инструментов. Вот, Валентина вот с нами тоже работала, и она видела, что аудитория большая, и много очень молодежи. И мы, ну мы самую, мы, так сказать, мировую музыку исполняем, которые, хоть она исполняется на народных инструментах, но, в общем, она нетрадиционная для ансамбля народных инструментов, и молодежь таким образом мы приобщаем. Приобщается, приобщается, да. Ну, у каждого человека есть в душе, в сердце вот это место народного, да? Истинного, настоящего, то, от чего мы все исходим. Поэтому, если оно еще не занято, у молодых людей, конечно, нужно его заполнить, интерес такой поселить там, чтобы потом он только рос, рос. Главное, здорово играть, понимаете, тогда будет понятно. Пробило вот эту стену, интернет. Я хочу продемонстрировать фрагмент сейчас, показать, как восприняли ваше выступление народное, и вот отклик действительно в Астане, как публика восприняла уже после вашего выступления. Давайте посмотрим этот фрагмент, и вы увидите, как встречали наших самарских музыкантов, и какой был отклик. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое! Вот видите, публика даже не могла удержаться, не поддержать вас и к танцу не присоединиться. И вот это действительно взаимодействие, такое настоящее, живое, реальное, да, вот, пожалуйста, никто никого не просил, а люди откликаются. Это говорит о том, что... Это останется в памяти людей. Да, 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 и в памяти останется, и, ну, чудесно, действительно, нужно все это возрождать. А нет никаких, не то что препятствий, а проблем с этим связанных? Препятствий, ну, у нас, конечно, есть, ну, например, погодное явление, то есть вот мы играем в парке, а в этот день дождь. Вот только это, да, ну, это естественно. Вот, или, допустим, палящее солнце, понимаете, как, вот, то есть, допустим, мы работаем, а зритель должен находиться на солнце. То есть, конечно, различные препятствия существуют, но, тем не менее, если мы исполняем хорошую музыку, то зритель приходит к нам. За Антон. И идет за Антон и приходит снова. Уже в любом случае можно потерпеть ради искусства. Ну, чудесное у вас название, открытое небо, открытые сердца, все-таки автором вот этого именно названия кто был? Кто приемл? Автор этого названия фестиваля, ну, конечно, был художный руководитель фестиваля. Скромно молчит, Дмитрий. Ну, вы знаете, я вот уже потом, когда набираю в интернете это название фестиваля, сначала выходит фестиваль авиационного шоу «Открытое небо». Ну, честно говоря, я тоже вот недавно только понял, что есть такой фестиваль «Открытое небо». Ну, а вот у нас есть фестиваль «Открытое небо», «Открытое сердца». То есть, он как-то вот еще с продолжением. И, действительно, «Открытое сердца», знаете, тут самое дорогое, наверное, что должно быть. В человеке настоящего. Потому что, если у тебя сердце неоткрытое, то ты не можешь воспринять жизнь в полноте. И вот музыка, как настоящее глубокое искусство, оно этому служит. Да, и вы помогаете открывать сердца. Ну, это достойно такого восхищения даже. Скажите, пожалуйста, Борис, ближайшие ваши мероприятия еще раз, чтобы люди пришли, послушали и открыли свои сердца. Дмитрий, напомни еще раз, пожалуйста. Дмитрий лучше помнит. Мы всех с радостью ждем на ближайших концертов. 25 августа – это Ленинградский спуск в 17.00. 26 августа – это два мероприятия. Это Ленинградский спуск в час дня и парк Щерса в 17.00. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы делаете, за то, что открываете сердца. Лучше, наверное, не скажешь. Спасибо за участие в программе. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok